Много-много лет я покупала себе вещи, не глядя на размер, потому что мне было страшно. Я просто заходила в магазин и покупала чехол на танк. Совсем недавно я купила себе вот это платье. И для меня было большим удивлением, когда я его примерила, что это размер 48-50. Это прям праздник какой-то. Все полные люди страдают болезнями ног. И я очень долго ходила в таких бабушкиных растоптанных танкеточках. А теперь я совершенно спокойно хожу весь день на каблучках. Пою, танцую, плешу, не чувствую усталости, ноги не гудят, коленки гнутся. Чувствую себя замечательно. А недавно, когда меня пригласил маркетолог доктор Барменталь сделать это видео для тех, кто еще не решил жить в стройном теле, я поехала в магазин покупать пальто. Взяла пальто так, на взгляд, которое вроде бы мне подходит. Зашла в кабинку, оделась, вышла. Девушка, которая обслуживала зал, посмотрела на меня и сказала, «Нет, подождите, я вам принесу». И принесла мне пальто 48-го размера. Вы представляете, 48-го размера. Я его одела, и я прям такая королева. Мне было так приятно, мне было совершенно не важно, сколько стоит это пальто. Мне было важно, что я в нем выгляжу шикарно. Я шла по улице, а мой мозг был сзади, на ярлычке, где была написана цифра 48. Это здорово. Сегодня на съемку я привезла свои старые платья. Ну, не старые платья, а платья, которые были в прошлой жизни. Я бы хотела вам их продемонстрировать. Это платье 64-го размера, которое я носила 9-8 месяцев назад. Посмотрите на мои рукава, на мой объем. Оно было вообще во втяжку. У меня вот такая грудь и сало. Вот такой животик. И вот такая попка. Теперь надо пристроить платье в хорошие руки. Выбросить жалко, наносить я его больше не буду. Вот еще одно платье мое, одно из любимых, которое я носила, которое мне было полностью в обтяжку. Сейчас все это висит, болтается. Нигде ничего не наполняется. И я вот в нем такая вот матрешечка. Тоже нужно его кому-нибудь подарить. Вот еще одно платье для красивого розового бегемота, которое стало велико. Хочу обратить ваше внимание, как ушли плечи. Сейчас они где-то вот здесь у меня находятся. И выточка. Выточка платья. Видите, где? Тут было все вот так. И вот так. И выточка была на месте. Сейчас вот она куда спустилась. Поэтому, милые дамы, если вы собираетесь приходить в клинику Барменталь, сразу откладывайте деньги на новый гардероб. Чем я сейчас в данный момент и занимаюсь. Был у меня любимый костюмчик, который я очень любила. Ну, который трескался по швам на мне. Он висел в шкафчике, ждал меня, дождался. Вот видите, все, юбочка с меня спадывает. Совсем. Если я еще немножко вдохну, то может случиться непредвиденное. Юбочка упадет. Вот, посмотрите. Показываю вам вот так. Видите, какая красота. Придется любимый костюмчик тоже заменить. Что я и сделала, прикупив себе новую юбочку. Вот пришлось сделать альтернативу старой юбке. Это юбочка 48-го размера. Это намек на мою талию, который уже появился. Когда я пришла в Барменталь, объем моей талии составлял 136 см. Сейчас 102. Минус 34 см. Это вот столько. Объем груди был 118, сейчас 108. Объем бедер был 118, сейчас 100. Результат очевиден. Редактор субтитров А.Семкин